Как правило, люди, достигшие величайшей славы и всемирного признания в зрелом возрасте, о своей профессии мечтали с детства. Не все, конечно, но большая их часть. Счастью, что касается сегодняшнего нашего героя, его детская мечта так и не сбылась. Вместо ветеринара он стал настоящим принцем. Во всяком случае, так его называют во всем мире. И уже давно. Ну, это исключительный прыжок, высокий и длинный, состывший в воздухе, как фокус фотографа. Он – идеальное воплощение классического танцовщика. Малахов для меня был и остается эталоном высочайшей, чистейшей техники. Не видела никого более идеальных ног в балете. И, конечно, моя мечта быть ветеринаром так и не сбылась. Потому что я всегда говорил, что если я не буду артистом балета, я буду, наверное, доктором животных. Но вот артист я получился, а животных все равно я очень люблю. И эта идея, конечно, воплотится в какой-то степени когда-нибудь. Не то, что ветеринаром. Я хочу иметь просто маленький зоопарк. Может быть, когда я уйду на пенсию, может быть, тогда эта мечта осуществится. Но я пока об этом не думаю. Пока я танцую и руковожу, и ставлю. Думать о пенсии не просто рановато, но и неуместно. И именно сегодня больше, чем когда-либо. Вечером в Берлине открытие балетного сезона. За последние 10 лет из города-поклонника оперы Берлин стремительно превращается в город-балетоманов. Но попасть на Малахова удастся не всем. Что поделаешь, когда на сцене выступает обладатель официального титула «Лучший танцовщик мира», спрашивать лишний билетик никому в голову не придет. И не только в Берлине. В любой стране мира на Малахова все места распроданы за полгода. У меня недавно была премьера в Братиславе в Национальном театре. Я ставил балет, моя версия, «Онегин» на музыку Чайковского. Я пригласил Володю. И в конце объявили, что в зале присутствует Владимир Малахов. Началось просто невероятные вещи. Люди стали кричать, аплодировать, вставать. И когда Володя сам встал в зале, просто такой ажиотаж вокруг него. Мы даже пошутили, что был больше успеха у Володи, чем у его спектакля. Балетный бог, танцовщик столетия, икона балета 21 века, русский принц. Это все о нем. Театры-кастроли на лучших сценах ведущих театров мира у Владимира Малахова расписаны на несколько лет вперед. Но берлинской публике повезло больше всех. Они живут в одном городе с мегазвездой мирового балета, от которого в свое время категорически отказался Большой театр. И что у меня не было московской прописки. Вот это была официальная версия. С этого я не попал в Большой театр. Что я был иногородним мальчиком. Как он оказался в Берлине? Приехал из Австрии. Как попал в Австрию? Приехал из Америки. Как он очутился в Америке? Приехал из России. Как он оказался в России? Приехал из Кривого Рога. Надеюсь, что он выживет как-то. Утро в Берлине начинается с несбывшейся детской мечты. С заботой о зверюшках. Лаки и Бонни принимают ее со спокойным достоинством. Интересно, подсказывает ли им собачья интуиция, что эти руки сегодня вечером устанут раздавать автограф? Нет, скорее всего не подозревают. Как когда-то не подозревал вошедший в историю мирового балета раненый американский пеликан, чуть не положивший конец балетной карьере Малахова. Много-много лет назад, когда я еще жил в Нью-Йорке, какой-то один день я увидел пеликана на пляже. Думаю, а, пеликан. Первый раз так близко. Просто 4 или 5 метров. Я решил к нему подойти. Смотрю, он не улетает. Тогда сердце мать Терезы начала биться. Я сказал, что я должен спасти этого пеликана. У меня было полотенце красное, на котором было написано «Венский балет, Виннерштадт Супербалет». Сразу, как бык с кровью, накинул на пеликана ему. Хватил его за нос, взял его под мышку и пошел. Хотя мой менеджер все время кричал. Это будет конец твоей карьеры. Он тебе водит, свой клюв в икру, и все, ты никогда не будешь танцевать. Но я все равно говорю, нет, я должен спасти птицу. КОНЕЦ 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 Эту статью опубликовали потом тоже в «Нью-Йорк Таймс». Тоже совместили ее с балетом. Вот так, как я танцевал тогда в «Нью-Йорке». Вот так. Я стал знаменитым с пеликаном. А вот это не совсем правда. Знаменитым Малахов стал уже в шесть лет, когда мама его впервые привела в дворец культуры металлургов родного города Кривого Рога. КОНЕЦ 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 А настоящая звездная карьера, которую чуть не погубил несчастный пеликан, началась в семь лет. С первого же дня, как только Владимир появился в Москве. КОНЕЦ Приехал я с мамой. КОНЕЦ Это нужно и то, чтобы она тоже рассказала, как это будет интересно. После первого тура, значит, проверяли профессиональные данные, проверяли его ноги, стопы, прыжок, гибкость. Он уже вышел, весь улыбается, такой веселый. Я говорю, Володя, а что такое? Вам все хорошо. Все уже члены комиссии ему улыбаются. Он как бы их покорил. Нужно было там что-то ритмическое сделать и создавать танец. Вот этот танец называл Чунга-чанго из мультфильма. Вот этот котирок станцевал. Ну, в общем, все. Понравился вроде бы. И мне дали, что я могу с 1 сентября уже приехать в хореографическое училище. Моя мама очень была расстроена, она плакала и говорила, вы лишаете ребенка детства, вот хотите его отвезти в училище. Моя мама накануне Вовыного отъезда в училище, она заболела и умерла. И как ребенку сказать, как его ранить? Мы до зимних каникул ничего ему не говорили. Я приехала на зимние каникулы забирать его в конце декабря. И когда я ребенку сказала, говорю, Вовочка, бабушки больше нет, то он очень заплакал и сказал мне, мама, я мог ее спасти. И я здесь столько волшебников в цирке, здесь столько фокусников, которые делают чудеса. Я бы пошел, я бы их попросил, и она бы осталась жива. Он лишился еще одного самого близкого, родного человека, который мог бы дарить ему все эти годы, когда он был один без родителей. Это тепло, ласку и нежность. Легкой и ласковой жизни в российских балетных училищах никому не обещают. Попасть в одну из хореографических академий, в Агановскую в Питере, или московскую, для ребенка уже признание его дарования. Но не более того. Из младших классов до выпускного доходят только единицы. Здесь такая же программа по физике или химии и такой же спрос, как в обычных школах. Плюс изнурительные занятия в балетных классах. Чтобы в конце года не услышать «ты отсеем», в хрупком тельце должно быть заключено намного больше, чем природный дар. Именно это нечто большее, до которого невозможно дотронуться руками, и есть главный секрет русской школы балета, который уже много лет пытается разгадать весь мир. Я абсолютно потерял голову, когда увидел, как тренируются в вашей школе. Это абсолютная фантастика. Я понял, почему русские имеют такой бешеный успех по всему миру. Потому что у них абсолютно идеален естественный инструмент – их тело. И они превосходно подготовлены. В вашей школе показывают, как танцевать, а не делать просто шаги. А это самое важное в нашем деле. Когда ты стоишь около станка, держишься за палку, Пестов кричит «давайте не подъем, потей, потей», ты смотришь, как за стеклом на улице бегают мальчики и девочки, ловят бабочек, собирают цветочки и грибочки. И ты думаешь «ой, сейчас все брошу к черту и пойду с ними вместе гулять». А потом ты останавливаешься, вдруг в какой-то момент ты начинаешь думать. Да, вот ты знаешь, что у тебя уже будет какая-то карьера, ты кем-то будешь. Но ты же не знаешь, кем будут эти начинающие мальчики и девочки, которые бегают бабочек и грибочки и цветочки собирают. Знаете, как раньше в операторской школе воспитанницы отмечали различными цветами платьев, так до сих пор осталась традиция в Московской и Петербургской балетной школе самых способных ставить в центр среднего станка. Вот наш замечательный педагог Петр Антонович Пестов поставил Владимира именно на центр этого среднего станка, потому что он был самый способный, самый одаренный. Это было заметно не только педагогам, но и нам, его товарищам в этом первом классе Московского хореографического училища. В этом пожелтешем ученическом дневнике результат первого и, как правило, самого сложного года обучения Московской хореографической академии. Вова Малахов очень хорошо занимался весь год. Моя оценка за все и отношения к профессии за год пять. Хотелось бы сохранить эти ученические качества и в дальнейшем. Подпись Петр Пестов. Это было напустие совсем неординарного преподавателя. Когда Петра Антоновича не стало, журналисты заметили, что он научил танец улыбаться. Но не только это. Петр Пестов воспитал уникальных танцовщиков, каждый из которых сделал фантастическую балетную карьеру. Вячеслава Гордеева, Алексея Ратманского, Алексея Фадеичева, Юрия Бурлаку и «Чудо мальчика» Владимира Малахова. Я не знал, что у меня будет карьера. Я знал, что я буду артистом балета. Это уникальные кадры семейного архива. Первое выступление ученика младшей группы Московской хореографической академии Владимира Малахова на сцене Большого театра. И сразу в качестве солиста. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Первое мое выступление было. Вот. Это было так давно. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, с одной стороны, это жалко, что мы потеряли в свое время такого танцовщика, который бы украсил наши ведущие театры. А с другой стороны, может быть, это помогло Владимиру еще больше раскрыться за границей. Конечно, я хотел попасть в Большой театр, как все хотят. Но, может быть, Бог меня уберег, сказал, нет-нет-нет, это не для тебя. Я попал классический балет Классаткина Василева, где я сразу стал ведущим танцовщиком. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я же после школы сразу был в Варне и получил гран-при на международном конкурсе в Варне. Потом в 98-м у меня был всесоюзный конкурс в Москве. Я тоже получил золото. И в 89-м я получил золото в Москве на международном конкурсе. Выступает Владимир Малахов. Советский Союз. Первая премия и золотая медаль. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ И как раз в 89-м тоже получил приз «Лифаря» в Париже. И тогда мне все-таки предложили прийти в Большой театр, на что я сказал, поздно, я остаюсь в классическом балете. Через несколько лет Владимир Малахов еще раз скажет, я остаюсь. Но это будет уже не в Москве. До того, так же далеко от России, это слово уже говорили Нуреев, Барышников, Макарова, Годунов. Но это был первый случай, когда за подобным поступком российского танцовщика не последовал международный скандал. Ну, это невозможно сравнить мой переход из этой жизни, советской жизни, да, в жизнь, и Володин переход, который был намного позже, и легальный переход, да. А у меня это как бунт, да. И меня же долго считали криминальной, и даже собирали что-то, как-то меня повредить, чтобы я не танцевала больше на Западе. Конечно, было трудно, конечно, было трудно, потому что был железный занавес. И потом трудно общаться было с друзьями, с русскими, с мамой, с родителями, с братом. Это все тайком, все секретно, все посылки, деньги, помощи. Это все было, даже письма, даже разговоры, это все подслушивалось. Только о погоде можно говорить, иначе забивали. Так, все нормально, я была у дедушки. А где дети? А дети дома, вчера был Никита. Вот, смотри, какой я тут, у нас выросла. Это тыква? Да, это тыква такая выросла. А где? У Тани на даче. О, а что вы будете делать? Кашу? Ну, можем и кашу, можем тебе его отдать, заберешь в Берлин. Да, для перевеса, спасибо. Я лучше возьму сало и масло подсолнечного. А почему остаться? Потому что, я думаю, если бы я остался, я бы так же танцевал бы все классические репертуары, не мог бы тогда, никогда бы не почувствовал бы каких-то новых хореографов. Как артист, как человек, я бы не развивался. Я бы не узнал бы, что такое Марта Грэм, что такое Марк Моррис, Джон Ноймайер, Вильям Форсайд, Начи Дуата. В те дни сложно было бы представить, что когда-нибудь ведущие российские театры сделают ставку именно на современный балет. Будут приглашать в Россию для постановок западных хореографов. А Михайловский театр Санкт-Петербурга даже предложит место главного балетмейстера, тому самому Начи Дуата, встречу с которой Малахов считает своей огромной удачей. Я познакомился с Малаховым в Нью-Йорке, когда мы работали над моим балетом Реймансо. Малахов для меня был и остается эталоном высочайшей, чистейшей техники. Это он принес из русской школы балета. Для Реймансо мне необходима была такая именно чистая техника. И Малахов для меня был просто идеальным исполнителем. Конечно, русскому танцовщику, который приехал на Запад, было сначала, как мне, тяжело. Но я знал, что если я не буду быстро реагировать, то я ничего не смогу сделать. Из-за этого я поменял свои мозги. Я хотел, почему я остался? Я хотел, чтобы работать с хореографами. Я хотел танцевать что-то новое и увидеть мир. И еще работать на лучших площадках мира. Была моя мечта всегда. В действительности, лучших площадок в мире не так уж много. Их можно по пальцам пересчитать. И очень часто этот счет начинается с Венской оперы. Самый требовательный и консервативный театр в Европе. Именно здесь была первая труппа, которая стала постоянной для Малахова. Венская опера, которая когда-то спокойно расторгла контракт и рассталась с Эрбертом фон Караяном, а из-за опоздания на репетицию навсегда запретила выступление на своей сцене в лучшанной повороте, была в таком восторге от Малахова, что добилась для него получения в ускоренном порядке австрийского гражданства. Когда Малахов в первый раз приехал в Вену в 1991 году, пошли слухи, что в Венской опере появилась новая звезда – чудо танца. Он очень сильно повлиял на балетную труппу. В основном, со счет того, что на тренировки приходил самым первым, уходил последним, был очень дисциплинирован. Он был одержим и больше ничего не хотел, как танцевать, танцевать и еще танцевать. Это не свойственно нам, австрийцам, и не свойственно нашим балетным танцорам. Когда я только начинал, даже в Венской опере, когда я пришел, в тот же Торонто, когда я пришел, в Национальный балет Канады, в Ай-Би-Ти, да, было, я чувствовал, что да, и было такое ощущение, что смотрели на меня с завистью. Ну, с завистью смотрели и на Барышникова, и на Нурьева, и на Макарова, то же самое. Вы думаете, что они обращали внимание на них? Нет, они шли, вот у них была своя идея. Так же, как и я. Он сделал балетную трубу более чисто любивым. Они хотели стать лучше. Каждый хотел быть, как он. Он помог целому поколению молодых австрийских танцоров сделать впоследствии карьеру. в основном за счет того, что смог показать, чего добивается при полной отдаче. Он показал им, как он показал им, что он помогает им пользоваться. Мечта начинала сбываться. Для Малахова стали ставить лучшие западные хореографы. Но вместе с иностранным языком русскому принцу пришлось учить еще один, до этого неизвестный ему язык, язык тела сападного балета, не похожий на тот, которым он был воспитан. Но язык тела – это в основном баланчин. Но ты только можешь посмотреть, попробовать, и это будет тебе. А другое, как модерн, вот модерн, модерн, вот это было тяжело. Но я говорил, берите меня, я материал, как пластилин, пожалуйста, лепите меня, я готов ко всему, что вы хотите. Потому что мне не хотелось этого. Я умирал просто, я с открытыми глазами все смотрел. Это мне дало, как бы, расти тоже как артисту и развиваться, имея классическую школу русскую, да, приобрести этот западный стиль, это совмещение русской школы и то, что я нахватался на Западе. Сейчас уже все равно. Сейчас для меня уже не важно. Хотя классический танцовщик по натуре, принц голубых кровей, как говорят люди, да. Но все равно, когда ты начинаешь делать неоклассику или модерн, это тебе потом помогает что-то найти новое. Когда ты танцуешь классический репертуар и вдруг начинаешь работать над неоклассикой и модерном, у тебя совершенно становятся работы другие мышцы. И людям это неудобно. Да, потому что мы никогда этого не делали. То же, как и у меня, когда я начал первый раз делать, мне тоже было неудобно, непривычно и все болело. А потом, когда у тебя все это, трансформация в теле происходит, ты начинаешь идешь обратно к танцовать классику, и ты находишь что-то новое. Ты совсем по-другому начинаешь двигаться. Начинаешь не то, что ты меняешься, а ты находишь что-то, то, что у тебя не было до этого. Потому что мышцы по-другому двигаются. Заработали те мышцы, которые никогда-никогда не двигались. Вот что хорошо. Для мира это огромный дар видеть такого танцора, как Владимир. Его богом данное тело настолько прекрасно, что для балета остается добавить только выразительность. Но если ты артист, ты должен меняться. У тебя тоже есть свет. Ты же не можешь быть все время белым. Меняй тоже сторону. И такое, и такое. Из-за этого ты артист. Но все равно ты все-таки живой человек. Ты же не можешь скопировать, например, то, как делал там Нуреев. Нуреев – это Нуреев, да? Или сделать как-то Барышников. Только нужно искать что-то, чтобы потом говорили, а вот это делал Малахов. Вот это самое интересное. Малахов танцует балетой абсолютно невиданным, новым способом. Какая-то суперновая звезда в Европе. Это особенный вариант русского балета после Нуреева и Барышникова. Владимир – это мегазвезда Европы и Северной Америки. И идет прямиком, минуя разум к вашему сердцу и душе. Уникальность Малахова заключается в его естественности, в легкости. Как будто не существует силы, тяжести. Все выглядит так просто. А когда после представления зайдешь к нему, то увидишь, сколько энергии он потратил. Это единственный момент, где можно и нужно его сравнить с Рудольфом Нуреевым. Это безусловная полная отдача. Все говорили, что в балете появился Калос. О Малахове говорили, что это второй Нуреев. Но он им не был. Он всегда был Владимиром Малаховым. До Малахова я видел тысячи других танцовщиков, но не видел никого, кто хотел бы так вникнуть в суть. Вспитать, взять у меня все, что я ему показывал. Не видел никого, кто хотел бы учить неизвестные ему движения, кто был бы так открыт к тому, чтобы впитать в себя все новое. Это поразительно для такой личности, которая величайшая звезда. Я до сих пор не чувствую себя звездой. Я даже пересохла во рту от этого. Звездой ты можешь быть на сцене, в той профессии, в той работе, которой ты занимаешься и ты делаешь. А в жизни ты должен оставаться нормальным человеком. Оставаться нормальным человеком особенно сложно, когда ты не только танцуешь на сцене, но и одновременно возглавляешь берлинский балет. Предложение возглавить балетную труппу впервые Малахов получил от Венской оперы. И ответил отказом. Все-таки Вена это была моя первая труппа. Я знаю всех, я знаю все. И уволить своих коллег, которые меня провел очень-очень много лет, мне как бы не поднялась бы на них рука. Да, конечно, если говорить о качестве, мне пришлось бы. А если говорить о дружбе, то это было бы невозможно. Из-за этого я сказал, знаете, пусть это делает тот другой, но я не смогу это сделать. А Берлин для меня все-таки была новая труппа. Я приезжал сюда как гость, приехал-уехал, приехал-уехал один раз в год. Когда я приходил, все время были какие-то новые люди. Для меня было легко чистить это все. Пора на работу. Сегодня сложный день. Открытие балетного сезона в Берлине. Перед открытием сезона много волнения, много репетиций. То, все, пятое-десятое, какие-то мелочи. Надо посредить за этим, посмотреть то, костюмы, декорации, свет, артистов. Когда вот этот как бы приготовительный момент закончится, и ракета уже залетит, тогда уже будет легче как-то будет дышать. А сейчас, конечно, репетируешь и это, и это, и это. Это всегда так перед началом сезона. Нервы, стресс. Труппа, возглавляемая Малаховым, стала не только гордостью Берлина, но превратилась в визитную карточку ФРГ. В обществе, воспитанном на симфониях и опере, всего за 10 лет произошла неожиданная, даже для них же самих, перемена. Вот бывает публика балетная, а бывает публика не балетная. Вот здесь публика была оперная, очень оперная. Когда была опера, здесь были аншлаги, особенно на Вагнера, здесь работали знаменитые дирижеры и певцы. Но вот с тех пор, как Володя здесь появился и начал работать, то, во-первых, качество трупа поднялось просто по сравнению с тем, что это было в начале и что это сейчас, это разные планеты. И народ стал тянуться в балет больше и больше с каждым годом. И сейчас по продаже билетов балет перешагнул опер. Неизвестно, насколько это нравится оперной труппе. Тем более, что живут они с балетом в одном здании. И, скажем так, даже на одной лестничной клетке. Но балетная труппа отношением к себе явно довольна. Вижив, что такой драгоценности нужна соответствующая оправа, специально для балета в Берлине стали строить новые помещения. В первую очередь, современные репетиционные залы. И танцующему директору прибавилась работа. До Чиопера, конечно, когда это все началось, я ходил, смотрел по этим развалинам, в темноте. Где будет это, где будет то. Вот здесь будет зал, здесь будет то. Конечно, первые годы было тяжело мне, чисто физически. И премьера готовится, и новый репертуар, и текущий репертуар, и тяжело. Но, с другой стороны, остановить это колесо фактически невозможно, даже если я очень хочу. До открытия сезона всего несколько часов. Всем артистам и танцующему директору перед премьерой надо отдохнуть. И хотя про Малахова говорят, что он живет на сцене, все-таки отдыхать он едет домой. Каждая минута Малахова расписана. Работу приходится продолжать даже дома. Здесь на его кухне несколько часов вполне физическое понятие. Это не оригинальное дизайнерское решение на циферплатах, точное время на разных континентах. Эти часы для Малахова почти такой же обязательный атрибут, как и балетный станок. Русский принц востребован везде. И как танцовщик со своими сольными выступлениями, и как участник кала-концерта. Обладатель всех мыслимых и немыслимых балетных титулов, Малахов сам сегодня председатель или член жюри самых именитых балетных фестивалей. Два из них проходят в России. В двух балетных столицах страны. Сразу видно, этот пассажир немецкой авиакомпании на перевес багажа внимания не обращал, потому что там подарки для друзей. Собственный багаж Малахова помещается в маленькой сумке. Среди всего необходимого обязательные спутники в полете. Разноцветные нитки, маленькая иголочка и канва для вышивания. К концу каждого полета получается вот такая маленькая картина. Но очень было тяжело этого петушка сделать, конечно. Я проклянулся на свете. И петушка, и еще я взялся это делать. Потому что там нужно никак не в одну клеточку втыкать, а в полторы. Когда у меня не будет денег, когда я уйду на пенсию, буду прошивать, и потом буду на ebay сдавать. Пока что Малаха вышивки не продает. Чаще всего он их просто забывает в самолете. И если на таком маленьком цветочке во время полета успеет еще поставить свои инициалы, то в тот день какой-то Стюартесе явно повезло. Достались и автограф Малахова, и штучная работа с его именем. Вещи же в этих чемоданах не просто с инициалами, а с полным именем Малахова. Палетная одежда и его собственные линии Владимир Малахов, которую выпускают в Японии. Это и есть подарки друзьям. Их в эти дни можно легко вычислить. По именно балетной одежде. То же самое повторяется в Москве, но уже поздней весной. В ней, когда проходит награждение лауреата международной балетной премии Бенуа де Латанс, считавшейся балетным Оскаром. Исполняем. Советский берлинского государственного балета Надя Сайдакова и лауреат Малахова, тем более ты не часто там появляешься, никому кислород не перекрываешь. Малахов знает, о чем говорит. Не перекрывать кислорода никому и оставаться на балетном оливке кажется чем-то несовместимым. Даже непосвященный в балетный мир дилетант наслышан о жестоких нравах балетного закулисья. Делали людям зло, делали. Но я никогда на этих людей не таил зла. Все равно я знал, что когда-нибудь это вылиться им, я не хотел плохого. Может быть, это так получалось, потому что все расписано уже наверху. Как у тебя сложатся карьеры, каких людей ты встретишь, что у тебя будет нового. А вот, чтобы я делал людям зло такого, у меня даже в мыслях не было. Приезды Малахова в Москву и в Петербург не то, что перекрывает кому-то кислород. Часто это возможность для учеников хореографических училищ узнать лично от мегазвесты о новых тенденциях мирового балета. Для учеников вход Малахова в класс может означать путевку на звездное небо. Когда я пришел, была статья, которая называлась «Русские идут». И написали, что Малахов берет только русских одних. Хотя Малахов не берет одних русских. Малахов принимает тех людей, которые талантливые, способные и умеют работать. Своим приходом он создал в театре очень гармоничную атмосферу. Естественно, осталась конкуренция, которая выражается в творческой состязательности. Но те войны, которые происходят в других театрах, между балеринами одной труппы, с приходом Малахова исчезли. У меня расположение к людям открыт. Так же, как они открыты со мной. И это очень важно. Из-за этого нет никаких интриг. Нет этих лагерей, которые мы любим или не любим. Мы даем или не даем. Ты будешь танцевать, а ты не будешь танцевать. Нет. Танцуют все. И естественно, танцует сам Малахов. Роли за всю творческую жизнь было сотни. И на кажущуюся легкость на сцене ни одна из них не давалась легко. Один персонаж не бывает легким. Конечно, над ним нужно думать и делать экспериментировать. То, что я очень люблю. Потому что иногда, когда я танцую, мне потом приходят и говорят, ой, ты знаешь, ты сегодня танцевал вот так, а вчера ты делал по-другому. Вот хотелось бы, чтобы ты сделал, как вчера. Я говорю, я не робот, ты не компьютер, который открываешь, и он делает одну и ту же программу. Что-то ты теряешь, что-то ты приобретаешь. Ты растешь, как человек, как профессионал, как духовное создание. Внутренний мир героя и его переживания, открытые Малаховым в балете Караваджо, не без оснований считают лучшим из ролей, созданным не только Малаховым, но и любым танцовщиком на балетных сценах за последние годы. Может, не случайным был выбор именно Караваджо, одного из великих реформаторов итальянской живописи эпохи Возрождения. Караваджо вел в живописи свет. Это позволило его картинам приобрести невероятную до этого пластичность. В этом герой роли и Малахов очень схожи. Сам Малахов тоже признан реформатором балета. Это танцовщик уникальный, потому что это совершенно новая, другая эстетика, которую он открыл. Эстетика человеческого тела, пластика человеческого тела. КОНЕЦ 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 Все думают, если это балет Караваджа, значит, о его жизни. Никакого отношения там не имеет. Это о его sense. По-английски говорит. Какие-то моменты, фрагменты из его картин запечатлены в этом балете. Да это как ребус. Если ты знаешь хорошо Караваджи, ты можешь увидеть это. Малахов среди своих поклонников известен и как прекрасный знаток живописи, и коллекционер русского искусства. Картины живут своей жизнью. Периодически покидая квартиру Малахова в Берлине и путешествуют по выставкам в разные страны. Как и коллекция фарфоровых статуэток, связанная с русским балетом. Тогда стены в доме пустее. Стеклянные стеллажи ждут возвращения фарфоровых подружек. С остывшим в фарфуре легендам балета на этот раз самим придется ждать возвращения Малахова. Ему уже пора на Бисмаркстрассе. Еще недавно оголенная сцена одета в роскошный наряд и только поправляет последние нюансы цветового макияжа. Если лицо будет преображаться. Еще пару минут и прозвучит первый звонок к главному событию берлинских балетоманов. Открытие сезона в Дойче опере. Играет музыка. Играет музыка. Итак, этот день подошел к концу. Балетный сезон в Берлине открыт. Когда Малаха вернется домой, в Берлине будет глубокая ночь. Несколько часов не будет смолкать телефон. Звонки от друзей, поздравления. И в который раз за вечер он произнесет одну и ту же фразу. Завтра я поеду домой. Я не был там уже 20 лет. Я увижу маму, дедушку, город, в котором родился. Возможно, все это будет так. Посмотрим. Посмотрим, что получится. Может быть, там это совсем все по-другому. Я не буду же выдавать все свои тайны. Увижу дедушку и вернусь. Да, все это будет уже потом. Из города детства танцующий директор штат Барета поедет на личные гастроли. Лучшего в мире танцовщика мир не собирается отдавать столько одному Берлину. Ну а потом, конечно же, он вернется. К своему театру на улицу Бисмарка. К своей тропе. К своим цветам, собакам Лаки и Бони. Вернется в город, который завоевал право называться его домом. Берлин. Вернется в город. О cotton. О긴, а на двой в город своей океаны. Увиден.